Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Урбанистика. Как всегда, мы говорим здесь о том, как сделать наш город удобным для жизни. К нам в студию сегодня пришла эксперт, руководитель проекта «Будущий Петербург» издательского дома РБК, а также обозреватель портала «Петербург-3.0» Елена Кром. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о форуме «Будущий Петербург», какие его цели, какие задачи, что он призван нам дать. Форум «Будущий Петербург» — это проект издательского дома РБК, форуму 4 года. Мы говорим, что форум — это общегородская площадка, то есть площадка для объединения городского сообщества для решения задачи развития города. Важно для нас, что дискуссия, как я уже говорил, идет 4 года, она не прерывается, она развивается. И число активных участников форума постоянно растет. Но надо отдать должное городу, это происходит не только на наших площадках, это на всех площадках происходит. То есть, видимо, активизируется городское сообщество, активный городской класс, интересуется судьбой Петербурга, обсуждает проблемы, предлагает решения. Ну а наша задача, чтобы делать этот разговор наиболее конструктивным. То есть, наша задача — формировать повестку для общегородской дискуссии. Мы с помощью экспертов при их активном участии формулируем проблемы, которые мы считаем главными, формулируем в рамках этих проблем вопросы, которые мы считаем главными для города. Мы надеемся, что объединенный интеллект горожан, отвечая на эти вопросы, предложит решения. А эти решения двинут город вперед. Ну то есть, на форум призвано интегрировать, я так понимаю, инвесторов, независимых экспертов, в том числе и тех, которые занимаются градозащитой или историей города. Ну и я так понимаю, что представители власти. Или вы без них пытаетесь? Не, ну мы с ними. То есть, в некотором смысле это параллельные движения. Потому что нам до власти параллельно. Нет, мы так не можем сказать. Но это параллельные движения, что они обсуждают что-то, какие-то проблемы в своих кабинетах. Мы обсуждаем те же проблемы, или чуть более шире иногда, в экспертном кругу. Мы приглашаем, представь, если власть, чиновников. Часто они приходят, иногда они и не приходят. Но если они не приходят, это не влияет на конструктивность разговора, скажем так. Разговор все равно состоится, что называется, в любую погоду. Ну форум этот проводится ежегодно, как вы сказали, уже в четвертый раз. И я так понимаю, что механизм его тоже довольно необычный. Это не просто конференция, а он включает несколько этапов, да? Ну да. То есть, во второй раз мы всего форума четыре года. Второй раз мы проводим его как серию мероприятий. То есть, в прошлом году у нас была форумная неделя. Это раз в три дня или через день. По-разному у нас шли дискуссии. И потом итоговый день. А сейчас у нас два месяца. Октябрь и ноябрь идут дискуссии. Потом итоговый день, когда тоже разные круглые столы и пленарные заседания, подведение итогов. Ну, в общем, это довольно такой уже стал растянутый процесс. Ну, я знаю, что нынешний четвертый форум, он посвящен так называемому серому поясу. Ну, одна из тем. Одна из тем, да. Вторая тема исторический Петербург. Ну, сегодня мы, наверное, поговорим о сером поясе, потому что уже первый этап состоялся. Да, и вот он сейчас, ну, собственно, установочные сессии по нему состоялись. Эксперты уже высказали свое мнение. Да, я там тоже присутствовал, слава богу. Спасибо вам за это. Пожалуйста. Давайте поговорим о сером поясе, чтобы было понятно для наших телезрителей, что это такое. Это территория старых промышленных предприятий, многие из которых появились еще до революции, южнее исторического центра, то есть вдоль обводного канала и южнее канала, а также по северному берегу Невы, по северной части Петроградской стороны и Выборгской стороны. То есть это такой большой кусок городской территории, который сегодня, ну, по оценкам многих экспертов, не задействован, или, вернее сказать, задействован неэффективно. То есть вот у нас есть данные, что загрузка предприятий, производственная загрузка в сером поясе составляет примерно 35%. То есть остальное это уже не производственные цели, которые пытаются собственники этих территорий преследовать. Ну, износ оборудования также по некоторым оценкам 70% составляет на территории вот этих старых промышленных предприятий. Ну, это вот то, что звучало на форме, я просто буквально цитирую. То есть отсюда даже есть второе такое название, у него ржавый пояс, потому что там, в общем, ну, состояние этой территории, да, оно во многом такое уже... Такое же, как состояние традиционной промышленности, в общем, сильно. Да, ну, у нас есть, скажем, условно говоря, новый промышленный пояс, да, который находится там в Шушарах, в районе там за Охтой, в районе Парнаса и так далее, да. Вот, я хотел подчеркнуть, сегодня мы говорим именно об сером поясе, который окружен в первом промышленном поясе, об историческом, да. Давайте попробуем, наверное, показать картинки на экране, чтобы визуализировать то, о чем мы говорим. Вот, это у нас карта Санкт-Петербурга, как мы видим в центре желтеньким обозначена жилая застройка нашего исторического центра, наши любимые острова, Петроградский, Васильевский и центральная часть. И вокруг нее, вот мы можем невооруженным глазом просто видеть вот эти серые пятна, это многочисленные промпредприятия. Некоторые мы знаем очень хорошо, там тот же ЛМЗ, или Электросила, или Морской порт, Кировский завод. Некоторые территории раздроблено множество маленьких предприятий. Давайте следующий слайд посмотрим. Вот здесь, это фрагмент, кстати, презентации одного из экспертов, выступавших директора Питер Лэнд Юрия Зарецкого, который предоставил такую графическую схему промзон, которые, по мнению данного эксперта, подлежат редевелопменту. То есть преобразованию в эти территории нужно вдохнуть новую жизнь. Как мы видим, они тоже довольно обширны. Вот здесь показан такой график, где демонстрируется распределение этих промышленных территорий по районам, то есть сколько старых промышленных предприятий находится в каждом из районов города. Ну и здесь мы видим, что в основном это Выборгский, Кировский, Петроградский районы. Невский, да. Ну и здесь вот пара картинок мы еще подобрали для сегодняшней передачи, чтобы показать, что такое преобразование промышленной территории. На простых таких примерах, конечно, это все может гораздо сложнее выглядеть, но вот это, например, бизнес-центр «Сенатор» на улице профессора Попова. Внизу можно видеть, в каком состоянии была эта бывшая фабрика. Ну и сверху мы наблюдаем уже нормальное такое офисное здание современного класса. Давайте следующий. Это вот подобная же промышленная площадка на Васильевском острове, которая подверглась редевелопменту. Здесь мы видим тоже бизнес-центр. Ну и, наконец, довольно известный проект последних лет – это так называемый культурный центр «Ткачи», который возник на месте бывшей ткацкой фабрики, как следует его название. Вот это вот здание, стоявшее запустение, было инвестором полностью преобразовано. И сейчас там находятся на первом этаже всевозможные магазины, а наверху проходят выставки, там работает кафе и так далее. Это обводный канал. Да, обводный канал как раз, да. Ну вот мы видим, что в основном, да, ну, по моим наблюдениям, происходит преобразование все-таки в какие-то офисные центры, в какие-то бизнес-центры. Возможно ли строить на этих территориях что-то другое? Ну, возможно, я, кстати, хочу дополнить, Андрей, не назвали вы, например, территория Большого порта, Большого морского порта Санкт-Петербург, тоже относит к серому поясу, да. А территория, которая инфраструктура, территория, прилегающая к железным дорогам, да, инфраструктура железных дорог, там, и депо, и разные другие хозяйственные объекты, она тоже составляет значительную площадь, тоже серый пояс, то есть, грубо говоря, это промышленный пояс, плюс другие территории, занятые хозяйственной деятельностью в центре города. Ну да, это всякие могут быть склады. Это могут быть, это даже, наверное, в основном склады сейчас уже, вот, но почему я делаю акцент на морской порт, да, во-первых, совершенно гигантская, колоссальная территория, цифры не буду называть, но там можно целый район, наверное, городского разместить. Ну, я думаю, петербуржцы знают, что это и Гутуевский остров, и значительная часть Канонирского острова, и территория Северной верфи. Целый район Петербурга, это территория на воде, территории на воде, они в современных городах относятся к самым привлекательным, и если мы посмотрим проекты преобразования современных городов европейских, Хельсинки, вот сейчас чем занят Хельсинки, какой у него самый крупный проект, это перемещение портовых зон, редевелопментных портовых зон, все, кто были там у нашего дружественного соседа на территории, в Хельсинки. Вот, все знают, что там паромы, да, прибывают в центр города, и значительная часть самого центра занята портовыми сооружениями, причем там не только пассажирскими, но у них и нефтяной порт, там в центре, и угольный терминал, вот. И вот у них такой проект Века, они уже сколько-то лет его реализуют, это редевелопмент именно этой территории. Отвечая на ваш, ну, которые, реализация этих проектов, она в принципе изменяет облик города. Роттердам стал современным Роттердамом, преобразовав район, исторический район Гаван, да, перенеся портовые сооружения, как бы, на окраину, вот. И все современное, что там есть, это сделано в результате редевелопментной промзоны, вот. Отвечая на ваш вопрос, что может быть на этой территории, ну, все что угодно, и исходя из возможностей конкретной земли, да, потому что вот в Хельсинке мы недавно слушали доклад, он, порт выезжает для того, чтобы там строить жилые кварталы, там будет жилье преимущественно, ну, жилье и сопутствующие инфраструктуры. Люди живут, соответственно, они едят в ресторанах, они покупают товары и так далее, вот. Ну, это жилье, и если мы говорим о территории на воде, то, конечно, это рекреационные зоны всевозможные, то есть... Вплоть до пляжей. Пляжей, да. Ну, а что, то если мы посмотрим летом, куда петербургцы, как сказал один эксперт, то есть, телают своими телами, те редкие общественные пространства, которые в городе существуют, Петропавловку, да, по сути, да. Петропавловка, где негде яблоко упасть. И где нельзя купаться официально. Где нельзя купаться, ну, купаться у нас вообще нигде нельзя уже официально. Этим летом как раз про это были новости. Но Петропавловка, народ рвется традиционно на территорию, теперь там морской фасад, на территорию прилегающей гавани, но все здесь с этим строительством пока что это пространство, отданное распоряжение горожан и облюбованное горожанами, резко сократилось. Потому что я не знаю, управляющая компания морской фасад предусматривает ли там, не знаю, пешеходные набережные, рекреационные зоны, скверы. Может быть, когда-нибудь да, но пока что нет. Да, то есть, пространства на воде и так мало. Мы видим, это не теоретическое рассуждение, мы видим, что горожане в нем нуждаются, что они рвутся к воде, особенно в то немногое время, когда приятно бывать на улице. Но зимой это тоже, зимой это лыжи, коньки и так далее. И любой город, он стремится, любой современный город, он, конечно, стремится пространство на воде прежде всего очистить для горожан, для туристов, для жилья, для рекреации. Отвечая там уже прямее на ваш вопрос, а что целесообразно делать сейчас на территориях серого пояса, ну, я бы сказала, и наши эксперты считают, что, во-первых, жилье, потому что, ну, сами подумайте, у нас, где, собственно, решать жилищную проблему людей, да, где у нас может быть жилье качественное, современное и, допустим, жилье эконом-класса. И не очень далеко, вот, собственно, мистер работы. Где оно может быть? Оно, может быть, бог знает где, что мы, собственно, и видим, да, там, северо-приморская часть, гигантские кварталы, там, другие проекты. Северная долина Юнталова, да, Северный район, то есть это очень далеко. Человек может жить либо очень далеко, либо он может быть в ветхой части, жить в ветхой части исторического центра, который осыпается, и тогда там жилье стоит относительно недорого. Но это другая тема, что будет с этими районами позже. Или он может жить в элитном квартале, вот, там, реконструирует набережную Европу. Это тоже в каком-то смысле, если бы это не было так центрально, мы бы говорили, что это проект по редевелопменту серого пояса, потому что там были здания промышленного назначения. Безусловно, причем химическое производство. Да, химическое производство. Теперь, значит, ВТБ Девелопмент реализует там проект набережной Европы, и там кварталы элитного жилья, ну, как бы очень элитного, понятно, да, это непосредственно рядом со Стрелкой. Вот, поэтому, а где жить петербуржцам, где им решать свои жилищные проблемы? Я по-прежнему считаю, что самые, ну, насущные, актуальные проблемы города, они те, которые близки к телу людей. Людям по-прежнему нужно жилье. По-прежнему жилье стоит в Петербурге дорого. Да, соответственно... Либо оно строится в тех местах, где нет ни дорог, ни метро. Как говорится в известном произведении, жилищный вопрос их испортил. Это москвичей касается, это петербургцев тоже касается. Если есть возможность, иными словами, рядом с центром обеспечить людей относительно недорогим, да, более-менее доступным жильем, а учитывая колоссальные площади, мы видели, сколько это, второй Петербург, второй исторический центр, да, то не использовать эту возможность, ну, как бы грешно. Поэтому жилье, во-первых. Второе, о чем тоже надо сказать обязательно, это экологическая проблема. У нас территория зеленых насаждений в Петербурге, она, может быть, в пересчете на душу населения, выглядит более-менее как-то прилично, но она же крайне неравномерно распределена, да, зеленые зоны. То есть у нас есть там север города, который достаточно зеленен, но там есть выбор, можно пойти в парк Сосновка, можно пойти в Удельный парк, там можно выехать за город. Еще чуть-чуть есть центр, где как раз абсолютно нету зелени, и, ну, ее и не может толком быть, вы же не будете сносить исторические здания и разбивать там сквер. То есть есть какие-то проекты из зеленения дворов, там маленькие тоже мечты, фантазии. А вот снести производство и там сделать зеленую зону, это реально? А снести, я не знаю, производство под производством, мы имеем в виду действующие объекты, а очистить вот эти вот многие-многие-многие-многие гектары, второй город, я еще раз говорю, вы там можете сделать что угодно. Ну вот что угодно, жилые кварталы, причем самые современные, да, мы говорим, что у нас архитектурных решений нету, у современных город там не ярко в этом смысле выглядит, Петербург как бы не, ну, не достойна своей былой архитектурной славы. Ну, а где их реализовывать рядом с Эрмитажем, вот построить новый архитектурный объект? Слава богу, нет, это невозможно. Пожалуйста, в сером поясе любые, там, яркие, ну, хотелось бы талантливые, но там можно экспериментировать, там не будет катастрофы, если вы внутри серого пояса, там, ваш эксперимент окажется слишком смелым. Ну, ладно, окажется слишком смелым, следующее будет удачным. Творчество, оно не может быть без экспериментов. Поэтому это пространство и для творчества, как бы для эстетического развития, там, материальной культуры Петербурга, это пространство для, в том числе, решения экологических проблем. Разбивайте там парки. Почему? Нет. Делайте спортивные сооружения. Развивайте город. Вот это территория для развития. А как вам всевозможные арт-центры, культурные центры, которые вот стали у нас появляться, пусть не может быть не в самых таких злостных промзонах, но, по крайней мере, есть пример этажей в хлебозаводе. Вообще самый центр. Ну и вот ткачи, которые я показывал, это, в общем, классический редевелопмент фабрики дореволюционной. Ну, как они мне... Любые проекты развития, а, это хорошо, да, тем более проекты, которые сделаны по инициативе людей, снизу абсолютно там не изучала историю ткачей, но тоже, по-моему, это абсолютно частный проект. И, тем более, абсолютно частная инициатива, алоф-проект этажей на Лиговском проспекте. Но вот Савелий Архипенко, собственно, автор этого проекта, арт-директор этажей, архитектор, он был на нашей последней дискуссии по серому поясу, он сказал хорошую фразу, что если сделать очень харизматичный проект, яркий, харизматичный, красивый проект, то найдется инвестор. Не питерский, так московский. И московский, так лондонский. Он говорил про московский, что с Новой Голландией произошло. Да, и московский, так лондонский. Я к тому, что, ну, я воспринимаю вот эти проекты креативных пространств в сером поясе исключительно как способ привлечь внимание к территории, да, сделать проект харизматичным. Но не как та основная функция или задача, которая должна здесь решаться. Потому что если мы будем воспринимать серый пояс как территорию для творчества креативного класса, который составляет, там, сколько у нас? Один процент или... Ну... Пусть даже пять. Ну, тогда это такая узко маргинальная проблема. Мы-то говорим о том, что это некий ключ к развитию территории, привлечь внимание, но серый пояс — это пространство для решения проблем горожан, ну, как бы, широких славе всех. Экология, жилье, спорт — это решение проблемы всех горожан. Ну, я вот приведу еще статистику в подтверждение ваших слов, что площадь серого пояса промышленной зоны вокруг центра составляет 6 тысяч гектар, и преобразовать удалось за вот последние 20 лет всего 450 гектар промышленных зон. То есть 8% от территории, которая теоретически может быть отдана под редевелопмент. Это не имеется в виду, что там железные дороги засыпать или что-то, а это именно вот те, которые, в общем-то, ну, предприятия, которые либо уже не работают, либо созрели к тому, чтобы из центра города выехать. Ну, процесс идет во многом медленно потому, что есть, конечно, целый ряд трудностей. Вот какие трудности встают сегодня перед бизнесом, который хотел бы вкладывать средства в развитие серого пояса? Да, основная трудность — это большое число собственников. Если в Хельсинки и в других городах основная часть земли, в том числе под промышленными территориями, она в собственности города, он просто выкупает и делает, что он хочет, то у нас в Петербурге земля в основном частная, там сидят собственники, в основном бывшие промышленные собственники. Иногда этих собственников на одной территории связаны десятки мелких. Вот, как у нас рассказывали, причем один собственник печатает визитки, а ровно там в двух шагах пекут булку. То есть они очень разнородные, эти собственники. Если это несколько крупных промышленных собственников, то тоже не факт, что с ними легко договориться. Но поскольку вот их много, их договороспособность бывает очень низкой, даже между собой решить. Ну вот как жители коммунальной квартиры, там большой-большой. Вот, если вы будете, то есть люди, которые честно, по закону и добровольно расселяют коммуналки, они понимают, что им придется влезать в сложные, дорогостоящие договорные процессы. Так, это первое, собственники, да? Следующая какая у нас проблема? Ну, связанная с этим проблема, нежелание, низкая мотивация собственников переезжать. И высокой стоимости, высокой цены за свой участок, который они предлагают, да? Но девелоперы говорят, что космически высокие цены предлагают собственники за свой участок. Вот, соответственно, связано это напрямую с, ну, низкими, по мнению экспертов, ставками налога на Землю. То есть их все устраивает, они сидят фактически у Лиговского проспекта, там у них автомойка или производство визиток, и, в общем, им хорошо. Да, им вполне нормально. Ну, вернее так, что очевидно, при какой-то плановой работе тот же собственник, его выгоды, вот, использование этой земли в результате редевелопмента, они будут выше гораздо. Но это, что называется, по-русски надо заморочиться, да, это надо вложиться в какой-то долгосрочный проект, договориться с соседом, это тяжело. А так оно капает. Понятно, что Земля используется там в четыре раза менее эффективно, с меньшими доходами и пользой для всех, чем она могла бы, но, как бы, ничего, и так модно жить. Вот, поэтому налог, это один из инструментов, которые там другие города применяют. Должно быть невыгодно просто держать землю и ничего толкового на ней не делать. Она должна быть дорогой, и, соответственно, ты должен иметь очень эффективное производство, если это производство, чтобы оставаться на этой земле. Если она неэффективна, то и уходишь. А что вы думаете о той мысли, которую высказал, по-моему, Владимир Аврутин в ходе форума, что городом должен быть прописан функционал, который город видит для всех территорий вот этих, и, соответственно, дальше применяется вот эта вот дифференцированная ставка. То есть, если функционал не соответствует, то, соответственно, и обнагается большим налогом. По-моему, так он. Ну, наверное, функционал-то у нас как раз прописан. Ну, у нас единственное, что прописано, это функционал, да, у нас зонирован, весь город там расчерчен на квадратике, вот здесь жилая, здесь не жилая, здесь торговая. Это вопрос, насколько это адекватно. Но я думаю, что то, что говорил и господин Аврутин, и другие говорили, это то, что город, ну, должен принять какое-то решение волевое относительно этих территорий и найти механизмы их. Можно найти при желании, чтобы заняться реновацией этой земли, использовать ее на благо города еще раз. Она не используется сейчас на благо города. То есть, мы сейчас опять упираемся, в общем-то, в стратегию. То есть, по идее, Смольный должен четко и ясно сказать, что он хочет видеть на этом месте непромышленность. Потому что сейчас у нас такие идут метания. Ну, а почему бы и нет, да? Ну, раз осталось, так осталось. А средств нету переселять. Ну, пускай сидят. Ну, в центре города не должна быть промышленность. Видите ее? Не должна быть промышленность старого типа. Нового типа интеллектуально емкие, экологические, безвредные производства могут быть на этой земле. Они могут соседствовать с другими функциями необходимых горожанам. Жильем и парками, и чем угодно другим. Должны быть приняты решения, должны быть сделаны шаги. Хотя бы первый толчок должен быть дан в самое ближайшее время развитию этой территории. Обязательно. Ну, сейчас, я так понимаю, что таких заявлений пока не звучит. Ну, сейчас, честно говоря, мало звучит вообще со стороны власти каких-то заявлений о том, что будет сделано для развития. Вчера было интервью Полтавченко. Ну, то есть... Но, кстати, про серый пояс он ничего не сказал. Говорил только про транспортную стратегию немного. Там вроде бы до них дошли мысли Вучика, американского урбаниста-транспортника, который вот сидел буквально в этом кресле пару недель назад, и который выступал также и в Смольном, и который говорил о том, что строительство парковок и дорог убьет ваш город, а не решит транспортную проблему. Вот сегодня, вчера, вернее, это прозвучало из-за губернатора, вроде бы как они этому посылу тоже внимают. Я уже писал в какой-то своей колонке, что это из серии слышали звон, да не знаем, где он. Западные города не хотят больше много строить дорог. Ну, посмотрите, сколько там построено дорог. Но вы доведите до этого уровня и больше не строите. У нас не начинали строить дорог практически в тех объемах, которые необходимы современному городу. И говорят, и правильно, и не будем, потому что вот западные специалисты говорят, что не надо. Ну, это можно, ладно, отвлеклись. Давайте вот расселять серый пояс, это конкретное дело. Оно большое, оно трудоемкое, его эффект будет колоссальный. Это эффект, который на сто лет может обеспечить развитие города. По сути, новый центр, новая интересная, эффективная территория с потенциалом появится вокруг города. Это огромное, да? То есть там можно теоретически какие-то магистрали построить даже в том числе. В том числе для решения транспортной проблемы. Потому что если вы строите огромные жилые массивы на окраине города и все дальше и дальше от центра, то у вас растягивается длина транспортных коммуникаций. Вы не успеете за этим строительством. Вы не сможете обеспечить такие протяженные, эффективные коммуникации. Если вы селите людей рядом с центром и рядом с местами работы, у вас просто не возникает значительная часть тех проблем, которые потом надо героически решать, искать на это деньги. Да, уже в рамках расползающейся вот этой агломерации. Хорошо, спасибо вам, Елена, что пришли к нам сегодня в студию. Пожалуйста. У нас в гостях была руководитель проекта «Будущий Петербург», также обозреватель портала «Петербург 3.0» Елена Кром. Мы говорили о редевелопменте или ревитализации, или, говоря простыми словами, преобразовании серого пояса нашего города, то есть старых промышленных предприятий, которые расположены вокруг центра, преобразование их в территорию, которая будет пригодна для жизни людей, которая будет способствовать развитию города, территория, где появятся новые зеленые зоны, где должны появиться новые центры притяжения, арт-центры, может быть, театры, может быть, даже промышленные музеи, может быть, какое-то высокоинтеллектуальное производство, ну и, конечно же, жилье. То, что нам всем сегодня также очень нужно. Поэтому я надеюсь, я желаю вашему форуму дальнейшего, скажем так, правильного протекания в правильном направлении, чтобы все ваши начинания сбылись, и чтобы люди, которые принимают решения, приняли к сведению ваши рекомендации. Спасибо. Спасибо, я тоже надеюсь. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok